Вы говорите, что преданность — это самый приятный способ жить. Но также вы говорите, что природа не раскрывается так просто. Что природа не раскрывается так просто. Чтобы осознать истину, требуется мучительная саддана. Мой вопрос — достаточно ли одной лишь преданности? Вы задаете этот вопрос как женщина или как банкир? Как женщина. Для женщины преданности достаточно. Для банкира требуется сложная мучительная саддана. Я хочу, чтобы вы понимали, насколько сложным будет духовный процесс для вас, определяется не природой или вашим гуру, а вами самими. природа или мироздание, или создатель и ваш гуру стремятся сделать этот процесс для вас настолько простым, легким и быстрым, насколько это возможно. потому что, если это занимает у вас много времени, вы тратите не свою жизнь. В пустую тратится моя жизнь. Если у вас ничего не получится, это не ваш провал, это мой провал. Я не люблю проигрывать. Это заметно, да? Мне не нравится быть на стороне проигравших. Вы должны посмотреть, как я вожу. Я не люблю проигрывать. Если вы находитесь здесь, как женщина, все очень просто. Но сейчас у вас столько всего. С зарубежными банками всегда сложно иметь дело. Потому что всегда есть скрытые условия. В любом договоре, который мы подписываем, всегда есть скрытые условия. Они напечатаны мелким шрифтом. И на то, чтобы их прочесть, уйдет целая жизнь. Поэтому большинство подписывает их, не глядя. Так что избавьтесь от всех скрытых условий. Просто будьте здесь, как женщина. Очень просто. Если вы здесь просто как мужчина или как женщина, все, больше ничего не требуется. Не нужно всей этой болтовни и прочей чепухи. Если я сделаю так, вы уже там. Преданность — это другое измерение разумности, которое современный мир, к сожалению, утратил. Тот мальчик — скрипач. Ему всего 16 лет. Он близок к мастерству своего отца. Он практически достиг его. Ему понадобится совсем немного времени, чтобы нагнать своего отца. Это произошло не благодаря практике. Это произошло благодаря преданности. Вы видели, как он сидит? Как он сидит возле своего отца? С невероятной любовью и преданностью. Посмотрите ему в глаза. С какой любовью и преданностью он смотрит на своего отца? В таком случае обучение происходит совершенно иначе. Был один чудесный святой. В Андропрадеше нет такого дома, в котором не было бы хотя бы небольшой книги об этом святом. Его звали Вемена. Его настоящее имя было другим. Но его называли Вемена. Он жил со своим гуру. Этот мальчик был немного глуповат. Простак, который ничего не мог сделать как надо. У меня таких много. И у них все едет отлично. Они способны на что угодно. Только интеллектуально развитые. Люди, которые считают себя интеллектуалами, постоянно все усложняют. У Простаков все идет прекрасно. Возможно, кто-то о них невысокого мнения. Но только посмотрите на результаты их работы. Это фантастика. Итак, он был дурачком. Для всех он был объектом для насмешек. Но гуру по-доброму относился к этому мальчику. Потому что тот не был таким умным, как другие. Как-то раз гуру нужно было пойти на одно важное мероприятие. И перед этим он пошел искупаться в реке. Он сложил свою одежду и сказал мальчику, «Подержи мою одежду в руках. Стой здесь, не клади ее на землю. Потому что земля влажная, и одежда испачкается. Не клади ее на землю. Просто держи ее в руках». Гуру пошел, чтобы совершить ритуальное омовение и искупаться. А когда вернулся, увидел, что мальчик положил одежду на землю. Одежда была вся грязная. Мальчик положил одежду на землю, потому что, когда гуру посмотрел вот так, он подумал, что ему что-то нужно. Поэтому он положил одежду и побежал к своему гуру. Он был простаком. Одна задача за раз. Он не мог справиться сразу с двумя. Одежда и гуру — это уже две задачи. Две — это слишком сложно. Гуру увидел это. Ему нужно было идти, а одежда была вся грязная. А он повторил мальчику несколько раз. «Не клади ее на землю, не клади ее на землю». Но тот все равно ее положил. Тогда он дал ему небольшой кусок мела и сказал. «Какой же ты дурак. Больше от тебя никакого толку. Сиди здесь и пиши. Рама, Рама, Рама. На этом камне. И все. Больше ты ни на что не способен. Просто пиши. Возможно, благодать не зайдет на тебя. Просто сиди здесь и пиши. Рама, Рама, Рама. Снова и снова». Мальчику было так стыдно, так больно из-за того, что он подвел своего гуру. Тот же повторил ему много раз, но почему-то он так и не понял, что требуется. И он начал писать. Гуру в спешке ушел. В конце дня, после мероприятия, вечером он вернулся обратно и сразу же спросил про мальчика. Где он? Потому что он чувствовал, что слишком сурово с ним разговаривал. Но мальчика нигде не было видно. Я же велел ему писать «Рама» и больше не дал никаких инструкций. Возможно, он все еще там. И он пошел проверить. Мальчик все еще писал «Рама». Мел уже давно кончился. Его указательные и большие пальцы стерлись досюда. Но он все еще писал «Рама, Рама, Рама». Гуру просто обнял его. Этот мальчик, не знаю, сколько именно, возможно, кто-то здесь знает точно, он написал сотни чудесных стихотворений. И даже сегодня, спустя сотни лет, нет дома, в котором бы говорили на телу Гу, и в котором не нашлось бы книги со стихами Вейманы. Его стихи есть практически в каждом доме. У каждого, кто умеет читать и писать, есть его книги. Почти каждый знает его стихи. Великолепная поэзия просто лилась из него благодаря преданности. Вот что может дать преданность. Потому что преданность — это иное измерение разумности. Преданность — это разумность. Вы понимаете, что это нечто большее, и вы научились оставлять в стороне свой небольшой интеллект. Вот что такое преданность. Быть преданным не значит каждый день совершать пуджу или что-то еще. Преданность означает, что ваша вовлеченность в жизнь абсолютна, настолько, что даже вы сами уже не имеете значения. Ваша вовлеченность в то, что вы делаете настолько абсолютно, что не имеет значения, кто вы. Преданность означает, что вы свободны от себя. Вот что такое преданность. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok